Время где-то 7 утра. Я в село Солнечное в Усть-Каменогорской области приехал к крутому молодому фермеру снимать блог. Сейчас все покажу. То есть зимой мы от речек не работаем, потому что масса у нас промерзает, мы не можем ее в принципе отрезать. У нас шланги летят, прям отречек тяжеловато ему. Но вот такая вот масса у нас груза, это уже то, что наготовили на кормление, здесь собрали. Здесь проверить ее на крахмал тоже очень легко. Мы вот так делаем, вот так смотрим, у нас скатывается крахмал белого цвета у нас на руках. По анализам 24 крахмала сегодня у меня. Ямы у нас в общем на 24 тысячи тонн рассчитаны, где-то ксилуса из них около 15 мы заготавливаем. Все остальное это сенаж, травяное и все, что с поля растеневоды не могут убрать себе на другие цели. Ну то есть влага не позволяет, еще что-то, примерно так. В стадии, соответственно, на откидофонах в первую очередь я начал работать, потому что это очень дешевый способ расти по надою. То есть я на семя тратюсь в любом случае, если я покупаю качественное семя, оно немного дороже. Но при должных условиях, которые я могу дать отпускам, правильно вырастить, понятно, то есть на это нужно потратиться обязательно. Но в этот генофонд вложившись один раз, ферма потом будет рентабельной всегда. То есть генетику ее испортить невероятно тяжело просто, если она уже родилась и выросла. Так, трубы водоснабжения мы закопали все ниже уровня померзания, то есть это у нас полтора метра, мы на два закопали. Соответственно, вода выходит из-под земли теплая, дальше поилка с подогревом, естественно, то есть вода должна теплая подаваться именно корове. Так, стоило места, здесь маловаты для галштинов. То есть изначально у нас была советская чернопестрая, поэтому стоило места строились на то время по размеру скота. То есть на будущее немножко не смотрели те, кто проектировали этот коровник. То есть им немножко сейчас там тесновато, потому что мы канадским семенем галстин осеменяем и места им там маловато. Кормовый стол просто из бетона, никакого там кафеля, плитки, ничего такого мы не выкладывали отдельно. Специальную полимерную краску мы делаем, получается, то есть которая позволяет у нас не окисляться самим кормом. Я прохожусь вот так вдоль кормового стола, вижу коров с выпущенными глазами, которые шарохаются. То есть я вдоль кормового стола, если прохожусь, иногда вот так наклоняюсь в сторону коров, если они убегают вот таким образом. То есть есть определенный стресс-фактор. Если у меня не выпущу глаза, начинают шарохаться от моих движений, соответственно, я считаю количество этих коров, примерно прикидываю, как к ним люди относятся. Стресс-фактор это невероятно важно, потому что мы корову гоним на дойку, у нее молока полно, окситоцин для ее отдачи должен вырабатываться. Окситоцин это на что? Это удовольствие, гармония, спокойствие и так далее. То есть если корову весь стресс в этот момент произвести, то есть у нее подскакивает адреналин, адреналин перечеркивает окситоцин, он его прямой противник. Да, потому что если он делается там, э-э-э, штамат, там, палка, еще что-то такое происходит, я точно знаю, ребята, минимум 10% молока от общего стада недополучают просто благодаря тому, что вот я пришел здесь, вот этот стресс-фактор происходил, 30 до тонны мы к тому моменту доили, перестали коров, то есть, ну, как бы гонять, орать, там, вот и все, стресс-фактор этот убрал я в первый месяц сразу моментально, то есть я начал увольнять буквально за это. Вот я хотел тебя спросить, это какие-то беседы или это? Сначала обучение, да, то есть беседуешь, показываешь, как без стресса перегонять корову, то есть сам процесс, то есть не приближаешься к ней ближе, чем на 4 метра вообще, то есть какие-то там манипуляции с громким звуком, у коров слух гораздо острее человеческого, поэтому там обычный щелучок пальцами, она прекрасно слышит за 20 метров просто, она любой шорох слышит за 20 метров, то есть ближе, чем на 4 метра, в принципе, к ней приближаться нельзя, при перегоне это когда производится, как правило у нас, как видят фермеры, ой, не фермеры, а сотрудники, кто работают, впереди затор, коровы не идут, он начинает лупить впереди стоящую, которая прямо перед ним, которая, в принципе, не понимает, что происходит, то есть она видит, что впереди стоят, как бы она стоит, А впереди затор из-за коровы, которая в 20 метрах, обучал, как человек может перегнать эту корову, которая в 20 метрах впереди находится. Без стресса для передистоящей коровы. То есть после этого обучения люди должны прекратить этим заниматься. Если они не прекращаются, после этого следует увольнение. Просто потому что, я это как вижу, человек, который произвел такой момент, мы после этого момента начали доить вместо 32 тонн 36 тонн. 4 тонны бесплатного молока за 0 тенге. Мы ничего не поменяли, ни во что не вложились, ничего не купили ни у кого. Никакие процессы кормления ничего не удорожали просто. Любовь к корову в животноводстве вознаграждается. Да, да, да. 4 тонны, если перечислять в деньгах, но это колоссальные деньги в сутки получается. То есть, благодаря просто первой, в генетику мы и так вкладываемся, за счет нее тоже дополнительно росли планомерно. То есть за два года мы с пятого места по надую на голову перешли на второе. Это приличный рост, ну, именно по стране, да. С восьмого показателя по валу мы перешли на четвертое. То есть, тоже за два года этот рост произвели. Мы сейчас в родильном отделении. Эти домики, которые изначально купили, то есть, ну, те, кто до этого занимался, мы сейчас используем только для сразу после отела. То есть, теленок, когда он должен высохнуть, туда ложится. И менее суток он в нем находится. То есть, получается. Лампа какая-то? Лампы нет у нас. Вот такой сушильный шкаф. Самое важное, что лампа сужит теленка сверху. Сверху он сам прекрасно высохнет за первые часы. А наша задача снизу его подсушить. То есть, это пуповина. Там все моменты, где теленок должен быть сухим, он должен на соломе лежать сухим местом. То есть, соответственно, чтобы снизу не подтягивало ни холодом, ни влагой. В шкафе около от 15 до 25 минут, в зависимости от того, когда он высохнет. Здесь, соответственно, сотрудники здесь у нас стоят камеры обязательно. То есть, на сами боксы отела и на шкафы и так далее. Чтобы контролировать своевременность выпайки молозива. Раз. Второе, чтобы время отела фиксировать, своевременность выпайки молозива. Когда его посушили, сколько посушили. Один раз просто был случай, когда забыли в шкафе просто. Человек ушел, уснул еще. И он там, грубо говоря, где-то около полтора часа провел просто. Ну, естественно, там при такой в бане полтора часа просидеть, ну, ни один человек не осилит. А теленок с рождения тем более. То есть, выжил. Да, выжил. То есть, прекрасно выжил, да. Потому что там особой, прям сильной температуры нет. Но сухим воздухом дышать долгое время тоже не рекомендуется. То есть, соответственно, он уже заведомо как бы в будущий, возможно, легочник. Как вариант. Но не факт. То есть, я не знаю его дальнейшую судьбу, потому что не сильно отслежу. У меня не успеваю. У меня в день 5-10 отелов. То есть, поэтому тут немножко не успеваем следить за этим. Сразу заметно, вентиляторов у нас здесь не хватает. Летом здесь, но не очень хорошая ситуация. Соответственно, воздуху, потоку воздуха неоткуда браться. Я сейчас буду демонтировать верхнюю часть, получается, туда ставить вентиляторы. Туда дальше, там, следующее здание, получается. Оттуда тоже верхние части эти буду демонтировать в торцах. И оттуда будем дуть, получается. То есть, продувать вдоль всех зданий. Тут два здания соединены торцами. Потому что там дальний зал у нас и так далее. То есть, мы будем оттуда дуть сюда просто. То есть, такой план у нас на вентиляцию на лето. Дополнительные ряды вентиляторов. То есть, здесь только вентиляторы посередине. По бокам еще ряд вентиляторов, для того, чтобы дуть на коров, которые будут с краю находиться. Потому что, ну, летом нужно обязательно обдуть корову. Особенно, если она глубоко стельная и душная. Это проблема. Мы завтра на пик лактации дольше будем выходить. Это будет проблематично. Здесь у нас транзит стоит. И 13-я секция. То есть, она разделена вон там, посередине. Транзит у нас дальше в ту сторону. Там у нас мини-даильный зал, получается. Такой мы выполнили его на молокопроводе. Единственное, сэкономили на этом. 13-я секция, это секция, где у нас субклинический мастит. Который не выявляется именно с первыми струйками в стакане. А выявляется по кето-тесту. Мы их ставим сюда, в субклинике. Здесь они лечатся и дуются в последнюю очередь. Соответственно, чтобы они не заражали других коров этими бактериями. Шкаф этот мы смастерили сами, кстати. Мы в Германии посмотрели чертежи, как он должен выглядеть. Потом он нам обошелся в 70 тысяч тенге. То есть, это тен снизу стоит, который дует. Сверху вентилятор обыкновенный туалетный. И вот эти вот листы, ну они своими руками заколхозить. Эти вещи обязательно надо. А, есть, да? А, да, значит, тенился вот сегодня. Хорошенький. Бирки одели, значит, тенился ночью. Это ночной отел, его в обед забирать будут. Если будете выбирать домики, у них должна быть вот такая решетка со всех сторон. Сверху вот этого быть не должно. То есть, хотите домики купить, то есть, переплатить за домики, я не вижу в этом смысла вообще, в принципе, то есть, покупать домики. Я бы их смастерил сам, как мы и сделали у себя. То есть, мы смастерили клетки у себя. Это самый дешевый, во-первых. Во-вторых, эффективный способ содержания, потому что там есть гуляющий воздух. У нас должен воздух гулять, чтобы выветривать лишнюю влагу и обновлять воздух внутри клетки. Если он будет вот настолько закрытый, соответственно, воздух там выветривается вон через вон то отверстие. Но это вообще ни о чем по количеству освежения воздуха для теленка. Да, это вот сепарирован сухой навоз. То есть, соломы такое количество. Так как мы по наутилу идем, соответственно, соломы у нас практически нету. Мы соседи тут грабим на солому. Ну, как грабим у них, просим, мы забираем с поля. Свою солому мы раскидываем прямо в поле, получается. Либо стерню оставляем, которую заваливаем. Соответственно, солом у нас мало, поэтому мы используем сепарированный сухой навоз. То есть, отжатый, после этого пропастеризованного барабанья. Выглядит все ближе к 100 килограммам в этом возрасте. Так 100 получается. Изначально он граждается около 40. Должен понадобиться к 100 килограммам именно в этом возрасте. Еще важная вещь. Здесь даются по мере потребления. Здесь линостутеленок съел свой объем суточный. Ему очень важно засыпать. Потому что если он способен больше потреблять, значит он способен больше приветствовать. Поэтому здесь нет такого, что каждому ест определенное количество. А если он способен больше есть, он и вырастет больше. Чем быстрее мы ее вырастим, тем более рентабельно она будет у нас отбиваться. Кстати, отступ от стены. Обязательно воздух должен гулять. Здесь у нас молочное такси. Очень важно покупать дорожное такси на гидравлике. То есть он не на гидравлике, а с электродвигателем. То есть в основном у нас сотрудники, которые работают, они должны постоянно его толкать, если это проблематично. Он должен сам ехать. Да, да, да. Как самокат. Да, да, да. То есть мы... Чем больше облегчите его человеку работу, тем меньше шанс того, что он поленится. Соответственно, то есть мы должны его минимизировать этот шанс. Солома здесь подсыпается сразу огромным слоем, потом вычищается сразу после выселения. То есть мы не залазим в отдельную, не нарушаем микробиологию его внутри соломы, которая уже сформировалась. Соответственно, она у нас вычищается только после того, как теленок покидает эту клетку. Если теленок заходит, эта солома будет с ним вот все время поползить. Здесь уже вот группы с выбором питания. То есть все еще на комбикормах, где у них сычук все еще функционирует. То есть сюда пиваются молодежь. Более старшие группы, они уже на общесвешенном рационе. Рацион здесь у них именно рацион. То есть остатки они не едят, как на некоторых фермах бывает. Потому что телок выращивать на остатках от коров – это неправильно в корне. Должен быть собственный рацион, чтобы у них не было всяких разных ацидозов. Плюс передача всяких разных болезней от коров, которые уже его боятся. Соответственно, и скорость потребления совсем другая. Свежий, свежий, собственный корма лучше, чем от мамы не доедает. Потому что там, где слюной закапано, корова не сильно кушает, потому что другие коровы не поедут. Поэтому мы должны что-то обязательно давать в рацион, и он должен быть не дешевым. На телках дешевить на рационе – это не совсем правильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова